Вертолет К-25 Вертолет К-25 мог нести боевую службу на кораблях самых разных классов – сторожевиках, эсминцах, крейсерах. Универсальная машина, известная всему миру как «Убийца авианосцев» в фильме «Оружие». 25-й стал первым советским вертолетом, который изначально проектировался под боевое применение. Это означало, что конструкторам придется решать множество неизвестных раньше проблем. Например, предстояло обеспечить совместимость вертолета с одновременно создаваемым кораблем-носителем. Корабль, в свою очередь, должен был иметь взлетно-посадочную полосу, стоянки, командно-диспетчерский пункт управления полетами. В его межпалубных и трюбных объемах предусматривалось создание ангаров для вертолетов, отсеков для средств технического обслуживания и горюче-смазочных материалов. Требовалось обеспечить комфортное размещение летного и инженерно-технического состава. Чтобы корабль-вертолетоносец стал действительно эффективной боевой системой, на вертолете предстояло разместить современный многофункциональный комплекс, аналогов которому в то время не существовало. Только с его помощью был возможен надежный поиск подводных лодок, обнаружение подводных кораблей на больших удалениях и передача их координат кораблю и береговым базам, при пилотировании вертолета днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях над монотонной водной поверхностью. На военно-морской флот новые Камовские машины поставлялись в двух модификациях. Базовый К-25ПЛ, противолодочный, и К-25С, целеуказатель. Вертолет второй модели отличался мощной радиолокационной станцией, с ретранслятором данных на корабельные и береговые пункты управления огнем. имел большую дальность и продолжительность полета. Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить корабли противника на большом удалении. Или также обнаружить подводные лодки, которые всплыли. И координаты этих надводных целей он засекает, находясь далеко от кораблей, на которых расположен мощное ракетное и артиллерийское оружие, но которые эти цели противника не видят. И он, обнаружив эти цели, аппаратура автоматически их передает на командный пункт корабля, который, получив эту информацию, может осуществлять за горизонтную стрельбу по поражению обнаруженных целей противника. Труд инженеров и разработчиков не пропал даром. При выполнении кораблями различных тактических маневров, наведении и координировании огня их средств поражения, поиске и обнаружении подводных лодок противника, вертолеты К-25 были просто незаменимы. К-25. Корабельный противоводочный вертолет. Название по классификации НАТО «Хармон». Максимальная взлетная масса 7,5 тысяч килограммов. Длина 9,7 метра. Высота 5,4 метра. Диаметр главного винта 15,7 метра. Силовая установка 2 газотурбинных двигателя ГТД-3Ф мощностью по 900 лошадиных сил. Максимальная скорость 220 километров в час. Динамический потолок 4000 метров. Практическая дальность полета 650 километров. Экипаж. Пилот, штурман, 2-3 оператора. Полезная нагрузка до 12 пассажиров или 1300 килограммов груза. Боевая нагрузка, две противоводочные торпеды, глубинные бомбы. Этот вертолет был оснащен двумя двигателями конструкции Глушенкова. И носил различные вооружения, в том числе самую современную торпеду, глубинные бомбы, гидроакустические буи. А одна из моделей обладала мощным радиолокатором, который являлся прообразом сегодняшних аваксов. Это был так называемый вертолет-целеуказатель. На К-25-м была установлена мощная гидроакустическая станция «Байкал». Новейшая разработка советского военно-промышленного комплекса, которая расширила возможности машины по поиску и обнаружению подводных лодок противника. Вертолет получил возможность действовать автономно. Противолодочную задачу вертолет решает как. Он опускает гидроакустическую станцию, это подводный локатор, который обнаруживает цель в активном или в пассивном режиме. После того, как цель обнаружена, на индикаторе локатора штурмана появляется цель, автоматически срабатывает устройство, позволяющее вертолету выйти в необходимую точку соприкосновения с лодкой подводной. Осуществляя поиск подводных лодок, К-25 мог находиться в полете до двух часов, выполняя при этом так называемые зависания, в ходе которых для прослушивания подводных глубин опускалась гидроакустическая станция. При обнаружении цели вертолет переходил из поискового в боевой режим и атаковал подводную лодку. Открываются створки, выпадает оружие, оружие, это торпеда, делает соответствующую циркуляцию и поражает подводную лодку. Вот этот режим на этом вертолете уже тогда решался автоматически, что было очень высоким и большим достижением. В состав вооружения противолодочного вертолета К-25 входили гидроакустические буи, самонаводящиеся торпеды двух видов и противолодочные авиационные бомбы. На тот период времени Камовская машина была одним из наиболее эффективных средств борьбы с подводными лодками. Автоматизация систем управления вертолетом, систем поиска, обнаружения и уничтожения целей на К-25 была доведена до совершенства. Вертолет мог решать боевые задачи автономно, во взаимодействии с надводными кораблями и береговыми ударными комплексами, а также в составе группы винтокрылых машин. Командир группы на одном из вертолетов принимает решение о том, как атаковать эту атомную, подводную или дизельную лодку, какому поручить вертолету, какой из вертолетов находится в более выгодной атакующей позиции. При проектировании К-25 конструкторы уделили особое внимание живучести вертолета. На этой машине была отработана система спасения экипажа. В случае аварии вертолет мог приводниться, оставаясь некоторое время на плаву. Это система покидания вертолета. На вертолет оснащен баллонетами, позволяющие ему в случае выхода из строя каких-то агрегатов совершить приводнение. Я подчеркиваю, приводнение. И экипаж так-то сохранить. Пилот со штурманом могли покинуть аварийную машину, воспользовавшись индивидуальными средствами спасения. Экипаж был оснащен морскими спасательными костюмами, которые прокачивались воздухом и позволяли находиться на плаву до 12 часов. Во время испытания спасательных многосекционных баллонет вертолета К-25 на озере, ватерлинию на них отмечали губной помадой. Камовские машины способны решать разнообразные задачи. К-25 использовались в качестве транспортников, минных тральщиков, вертолетов огневой поддержки, патрульных и поисково-спасательных. Вертолеты К-25 использовались для разминирования фарватера Суэцкого канала. Вертолет сбрасывал специальное устройство заряд, после чего происходил подрыв. Нередко 25-е выполняли задачи спасения экипажей морских судов и приводняющихся космических аппаратов. Годы эксплуатации К-25 доказали высокий уровень надежности этой машины. К ее достоинствам можно отнести прекрасные пилотажные характеристики и простоту управления, малоразмерность и высокую тяговооруженность, а также безопасность работы в сложных метеорологических условиях. Винтокрылая машина совместила в себе функции боевого, транспортного и спасательного вертолетов. Всего было создано 18 различных вариантов. Модификации К-25, получившие обозначения К-27 и К-32, поставляются в страны Европы, Азии и Латинской Америки. К-27 стал вертолетом, который в последующем стал вертолетом К-32, который сегодня широко эксплуатируется во многих зарубежных странах. И не только эксплуатируется, он имеет даже сертификат американских норм летной годности. Он эксплуатируется в Швейцарии, в Испании, в Канаде, в Южной Корее. Это базовым вертолетом для них являлся К-27. Но К-27 как бы явился продолжением вертолета К-25. Вот тут вот можно сказать о том, что были заложены большие потенциальные возможности данного вертолета. Создав многоцелевой вертолет К-25, ОКБ Камова стало мировым лидером в проектировании и производстве вертолетов с аосной схемой. Флот получил машину, которая значительно повысила его боевые возможности. Долгие годы К-25 являлся базовым вертолетом советского военно-морского флота. За характерный внешний вид соусных винтов острословы назвали машину «танец с саблем». О других саблях Камовского КБ вы узнаете в следующем фильме «Оружие». «Танец с саблем»